Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Сегодня в стране проходит акция «Всеказахстанский день посадки леса». Молодые деревья высаживают на аллеях и в парках по всей республике. Проект поддержали депутаты парламента, руководители госорганов, студенты, школьники и неравнодушные казахстанцы. В Карагандинской области обещают высадить рекордный миллион саженцев. Масштабная экологическая акция проходит и на западе страны. Массовый субботник также проходит в столице. Скверы и парки города с утра убирают не только сотрудники госорганов, но и рядовые неравнодушные горожане. Работники столичного Акимата и агентство по делам госслужбы высадили более полусотни деревьев в одном только из скверов столицы. Акцию всеказахстанского дня посадки леса здесь приурочили к празднованию 20-летия Астаны. В столице с 9 апреля по 12 мая проходит акция «Астана – чистый и безопасный город». На полях Молинской области в период весеннего осева задействуют свыше 30 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Машно-тракторный парк готов на 98%. За последние 4 года он обновлен на 10%. Начать посевную страду планируют 15 мая. Подзерновые и зернобобовые культуры в этом году отвели около 5 миллионов гектаров. Решен вопрос и с горючим. Правительство выделило 65 тысяч тонн дизельного топлива. Полностью проверили семенной материал. Исследования 520 тысяч тонн семян показали, что 90% из них соответствуют первому и второму классам посевного стандарта. Ежегодно Акмолинская область дает 25% от общего объема отечественного зерна. Планируем, согласно меморандуму заключенного между Министерством сельскохозяйства и Акиматом в нашей области, именно расширение площадей масличных культур, это приоритетных культур, в зависимости также от погодных условий, а также расширение площади кормовых культур, так как с развитием животного оста нам требуется больше всего кормов. Кукуруза носилась, однолетних трав, ну и в целом увеличится площадь многолетних трав. Мясокомбинаты Западно-Казахстанской области включили в список поставщиков продукции для КНР. Идет подготовка к отправке мяса баранины в Иран. Увеличить экспорт продукции удалось за счет стабильного роста поголовья скота. В прошлом году предприятия при Урале отправили за рубеж свыше 1700 тонн говядины и 500 тонн баранины. Об экспортном потенциале этого региона расскажет Ботагос Базарбаева. Берег Айтакашев – один из успешных фермеров с Рымского района. Собственное крестьянское хозяйство он основал 20 лет назад. На первых порах сеял пшеницу. Но затяжные засухи и, как следствие, неурожаи заставили сменить профиль хозяйства и заняться животноводством. Благодаря льготным займам на приобретение скота Кланц, Бага, Алтнасах, закупил племенных производителей. Нет проблем и со сбытом. Государственная поддержка хорошая, у нас субсидируется животноводство. Допустим, мы берем быки, покупаем племенные. Сейчас премьер-проберзование идет у нас. С реализацией никаких проблем нет у нас. Мы в прошлом, в 2017 году, именно только с кублеем работали. Сейчас у нас там около 30 голов от корм стоит. Еще несколько лет назад животноводам края приходилось гнать стада на мясокомбинаты Ахтау и Атрау. Тратилось время, скот терял товарный вес. Расли транспортные расходы. Заработавшие в Приурале два новых мясокомбината оснащены лучшими современными технологиями. В этом убедились и ветеринарные специалисты из Ирана, заключившие договоры о поставке охлажденного мяса. В прошлом году мы экспортируем более 350 тонн замороженной баранины в Иранскую республику, в Исламскую республику Иран. Весь процесс от предубойного содержания до отгрузки контролируется отстованным врачом. Контроль за процессом халяльного забоя. Договоры с Ираном продлены, уже обговорены по ставке на этот год. Предприятия посетили и китайские специалисты. Провели собственную инспекцию на соответствие международным стандартам качества. И включили предприятия в список поставщиков. За три месяца этого года экспортировано почти 600 тонн говядины. Партии отправлены в Россию, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Баранины отгружено 143 тонны, в том числе в Иран. Спрос на экологически чистую мясную продукцию растет с каждым годом. Экспортный потенциал региона растет. По информации Управления сельского хозяйства, сейчас в хозяйствах и частных подворьях содержится свыше 500 тысяч колов крупного рогатого скота. А поголовье овец перевалил за миллион. В Казахстанской области до 2020 года появятся 27 постов пожарной охраны. Подразделения создадут в селах региона. Они возьмут под свою защиту отдаленные от районных центров населенные пункты. Первые посты их откроют в Аральском районе. Здесь же в этом году сдали в эксплуатацию новое пожарное депо, возведенное в рамках программы развития стратегии национальной безопасности. На специализированных объектах побывала Райхан Тажибаева. История создания региональной службы пожаротушения берет начало с этого районного подразделения. Сто лет назад именно здесь, в Аральске, была сформирована первая специализированная пожарная часть. Тогда, впрочем, как и сейчас, в ее составе были универсальные бойцы. Новое депо для них – самый ценный подарок к юбилею. На центральный пульт дежурного поступает до 50 сообщений в сутки. С начала года эти боевые расчеты выезжали по тревожным вызовам 21 раз. Последний, такой вспоминает Нурбулат Кубигенов, был месяц назад. На месте ДТП ему пришлось извлекать из искореженной фуры тело погибшего водителя. Три фуры столкнулись на трассе. Водитель одной из них погиб. Тело вытащили из кабины при помощи специального гидравлического инструмента. Раньше такого оборудования у нас не было. Использовали подручные инструменты – лом, лопату. Работы по спасению пострадавших затягивались на долгие часы, а иногда и сутки. Сейчас новое оснащение позволяет нам справиться с задачей за считанные минуты. В новом депо пожарная Ральска нуждались давно. Его построили на смену аварийному. Современный комплекс, занимающий три гектара, состоит из нескольких рабочих зон – производственной, жилой и учебно-спортивной. Есть пост техобслуживания пожарной техники, комнаты психологической разгрузки, тренажерные и учебные классы. В смену заступали по 7 человек. Сейчас 24. В активе 5 спецмашин и 128 служащих. Здесь созданы все условия для работы, подготовки и отдыха. В планах открывать в районе пожарные посты. Пока в двух селах – Сахсаульск и Амануткель. Сформированные команды будут не только выезжать на возгорание, но привлекаться к ликвидации чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности. Под охраной пожарных команд Аральска сегодня 56 населенных пунктов. Расстояние до некоторых из них – от 100 до 300 километров. Новые подразделения создадут на труднодоступных территориях. Они помогут сократить время реагирования и минимизировать ущерб от возгорания. По словам руководителей ведомства и региона, в ближайшие два года мини-пожарные части появятся во всех районах области. Райхан Тажебаева, Канат Инсибаев, Руслан Айкмамбетов. Казлардинская область, Хабар-24. В Мангистауской области учителя готовятся к квалификационным тестам. От их результатов, а также от тестации, зависит рост зарплаты педагогов. В рамках послания президента с начала года оклады учителей, ведущих свои уроки по обновленному содержанию учебных программ, увеличились на 30%. Это касается 3,5 тысяч педагогов области – учителей 1, 2, 3, 5 и 7 классов. С 1 сентября ожидается такое же повышение зарплаты учителей 3, 6 и 8 классов – это свыше 5 тысяч человек. После успешного прохождения тестирования учителя допускаются на второй этап аттестации – комплексного обобщения итогов деятельности. Те, кто получили положительные оценки комиссии, с 1 сентября могут повысить еще раз свою зарплату от 30 до 50%. Добавлю, аттестация теперь проводится два раза в год. Для того, чтобы преподавать по обновленной программе, я прошла летом курсы. Они очень хорошо помогают нам в преподавании нового обновленного содержания в образовании. Вот в этом году у нас получилось, у меня прохожу аттестацию, и по аттестации у нас тоже есть возможность увеличить свою заработную плату на 50%. Это очень большая подспорья для нас, учителей, дает возможность и не только творчески развиваться, но и соответствовать как жизненному уровню. Ну а гранты на обучение в казахстанских вузах получат победители Республиканской Олимпиады по казахскому языку Жархын Булашак. Финал соревнований проходит в Астане. В нем участвуют школьники 7-11 классов общеобразовательных школ республики на казахском и русском языках обучения. Главное условие – безупречное владение государственным языком. По словам организаторов, ежегодно в отборочных турах Олимпиады участвуют почти 5 тысяч подростков. И этот год не исключение. Олимпиада проходит по пяти направлениям. Тройка победителей по каждой из номинаций получат дипломы Министерства образования и науки и ценные призы. А 11-классники – гранты на обучениях в вузах Казахстана. На сегодняшний день гранты готовы предоставить три вуза. Это университет имени Сулеймана Демиреля, Атыраусский государственный университет имени Халела Дусмухамедова и Тарасский государственный университет имени Мухамеда Хайдара Дулати. Цель Олимпиады – расширить сферы применения государственного языка, пропаганда культуры, литературы и духовных ценностей казахского языка, развитие творческих и исследовательских способностей школьников. Я участвую в номинации «Вокал» Аншабу Булдар. Я привезла с собой песню из репертуара группы Кешиу Туганжер Тахдрам. Очень много сильных соперников и, думаю, будет сложно. Историко-научная экспедиция по следам предков отправилась в Соединенные Штаты Америки. Они планируют изучить теорию о том, что некоторые американские индейцы пришли на континент с территории современного Алтая. Речь идет о племени Навахо, проживающих в штате Аризона. Члены экспедиции встретились с коренными индейцами и даже получили у них образцы ДНК для генетического тестирования. Его результаты будут известны в ближайшие месяцы. Экспедиция по изучению корней индийского племени Навахо началась в Лос-Анджелесе. Казахстанские ученые собрали обширный научный материал о жизни и быте и направились дальше, в город Пейдж, штата Аризона. Здесь находится резервация индейцев. Навахо – второе по величине племя в Северной Америке. Оно отличается гостеприимностью. Мы едим конское мясо, выращиваем овец и используем их шерсть. Уважение к родителям и взрослым – один из главных законов для каждого из нас. В наших средних школах есть специальные классы, где дети учатся на родном языке. Мы стараемся прививать им национальные ценности. Поделился Кайлтон и образцами для анализа ДНК. Эксперты планируют сравнить их с ДНК современных обитателей Алтая. Также исследователи посетили музеи города. Они изучили повседневную жизнь местных жителей и пришли к выводу, что у наших народов много общего. Форма их жилищ очень схожа с казахской юртой. Так же, как и мы, они покрывают стены войлоком, изготовленным из шерсти овец. Передняя часть дома смотрит на восток. Наши предки всегда располагали дверь к востоку. Считая, что солнечный свет, попадая в жилище, приносит удачу. Члены экспедиции изучили и каньон Уолнат около города Флагстав, где в 14 веке жили древние индейцы. Убежищем им служили каменные пещеры. Сегодня здесь самый посещаемый национальный парк. Экспедиция по следам предков отправилась в Нью-Мексико и Вашингтон, чтобы встретиться с видными учеными и продолжить свои исследования. Снять художественный фильм на двух языках планируют представители Казахстана и Египта. В картине расскажут об истории казахского народа. Об этом сообщил губернатор одной из египетских провинций Ахмед Абдалах, который приехал в Астану с рабочим визитом. Египетская делегация встретилась с вице-министром культуры и спорта Ярланом Кожагапановым. Гости отметили, что у нашей страны есть большой потенциал для привлечения туристов со всего мира. С Казахстаном мы можем поделиться своим опытом в создании туристических и экологических зон. Также с Вашей стороны мы уже говорили о сотрудничестве в сфере культуры. Обмен опытом поможет сделать Казахстан более узнаваемым в Египте. Совместные проекты увеличат интерес египтян к культуре и истории казахского народа. Еще больше новостей на нашем информационном сайте www.3w24.kz. Пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok